Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азад Жумаханов и сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. Смягчение ограничительных мер в условиях карантина поэтапно вводится в Казахстане. Об этом рассказали на очередном заседании Государственной комиссии под председательством главы Кабмина Оскара Мамина. Так с 4 мая возобновят деятельность всей видой непродовольственных магазинов площадью до 500 квадратных метров. Они будут работать до пяти вечера. Также откроются фотосалоны, цветочные киоски. По записи будут работать парикмахерские, медицинские центры, стоматологические клиники. Запреты на деятельность сняты и на кампании по операциям с недвижимым имуществом, рекламных агентств, адвокатов, нотариусах, микрофинансовых организаций и страховых компаний. Будут работать также ломбарды, обменные пункты, кампании информационно-коммуникационных технологий. Разрешат с 4 мая и спортивные занятия, тренировки на улице. Работа координатора волонтерского фронт-офиса Миром де ЖТСУ Жансаи Смогуловой отмечена благодарственным письмом главы государства Касунжо Марта Тукаева. Значимый документ активистки в торжественной обстановке вручил Аким Алматинской области Амандык Баталов. Жансаи Смогулова с детства отличалась добрым сердцем и неравнодушием к обществу. Всегда принимает участие в организации коллективного волонтерства. Член ЖТСУ Ерклера. С момента ведения ЧП Жансаи внесла значительный вклад в шитье тысячи масок, обеспечила доставку еды более сотням нуждающимся и находящимся на карантине. Активно ведет и пропагандистскую работу. Опубликовала почти 70 сюжетов и 34 статьи о деятельности волонтеров. Ваш вклад в созидательность и единство общества неоценим, отметил Амандык Баталов. Я считаю, что благодарственное письмо от президента, врученное мне, адресовано всем волонтерам Алматинской области. Их, кстати, у нас 2033. Текущий год объявлен годом волонтеров. И в связи с пандемией коронавируса наша деятельность дает четкое понимание, как важно помогать обществу. Это повышает сплоченность народа и неравнодушие к людям. В день мы принимаем порядка 300 звонков от нуждающихся и всем стараемся помочь. Ряд ограничений в связи с послаблением карантинного режима сняли в Алматинской области. Соответствующее постановление подписал главный санврач региона. Кому можно работать в режиме ЧАЭС и какие табо были разблокированы, расскажет Дамир Анитов. Постановление главного санитарного врача вступило в силу 28 апреля. Теперь разрешается работать владельцам СТО, автомоек, нотариусов, шиномонтажек, банкам второго уровня и ряда другим социально важным объектам. Возобновили работу и крупные предприятия области. График работы автомоек, СТО, шиномонтажных, услуг нотариусов, адвокатов и судебных исполнителей с 10 утра и до 8 вечера. Кимчийские прачечные работают с 9 до 4 вечера. Банки и обменные пункты при них, а также микрокредитные организации работают в обычном режиме. Создается рабочая межведомственная группа по проверке данных объектов на предмет соответствия всем требованиям и нормам. При проверке составляется соответствующий акт о готовности объекта к работе. По областному центру вновь будет курсировать общественный транспорт. Правда, не по всем маршрутам. Передвигаться на автобусах разрешено лишь владельцам дачных участков. Учитывая, что загородные дома требуют своевременного ухода и хлопот по хозяйству, глава государства пошел гражданам навстречу. Пуаныш Леубергенов имеет домик в дачном сообществе «Красный камень». Молодой человек располагает 12 сотками земли. Режим ЧП едва не спутал планы рачительного хозяина. Обращение президента о его ослаблении оказалось весьма своевременной, считает он. Добавим торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны, парки и прочие места массового скопления людей, пока закрыты для посещения. Сохранится дистанционное обучение в вузах, колледжах и школах. Частичное послабление карантинного режима – это не возврат к прежнему укладу жизни, говорят в Акимате. Время еще не пришло. Маски все также обязательны. Кроме того, социальное дистанцирование, а также запрет на массовое скопление людей никто не отменял. Гулять во дворе можно, передвигаться по городу нельзя. Пожалуй, самым долгожданным событием стало снятие запретов на прогулку с 28 апреля. Горожанам разрешили дневные и вечерние гуляния. Правда, недалеко от дома. Маски и соблюдение дистанции обязательны. Детям играть на улице без сопровождения родителей категорически запрещается. Я очень рад, что нам разрешили выходить во двор. А то целый день сидим дома, скучно. Охота поиграть, побегать. Сам я учусь в третьем классе. Мы обучаемся дистанционно. Учиться дома хорошо, но все же охота снова в школу. Мы, пенсионеры, очень рады постановлению главного санитарного врача о выходе на дворовую площадку. Нам, старикам, в принципе, и дома удобно и хорошо, но детей очень жалко. Они такие юные, у них энергия бьет через край. Теперь они вновь заполнили детские площадки. Мы сидим, следим за ними. Сами соблюдаем режим карантина. Как видите, в масках сидим. Если видим скопление людей, говорим, чтобы разошлись. Да и сами стараемся избегать людей. Дополним. Послабление карантинного режима не распространяется на ряд населенных пунктов в нескольких районах. В их числе села в Карасайском, Ильисском, Толгарском, Емикшиказахском и Керблакском районах. По словам главного санитарного врача области, эти места являются очагами распространения COVID-19. Дамир Анитов, Нуржан Муканов, Телеканал ЖИЦУ. Со вчерашнего дня в связи с обращением президента страны и главного государственного санитарного врача на полный объем переведены и производственные предприятия области. Одно из городообразующих – завод Кайнара КБ. После временного простоя вновь наполнился гулом оборудования и голосами работников. Однако послабление еще не значит полной отмены карантинных мер. Потому средствам защиты особое внимание. С введением послабления карантинных мер для крупных производств Талакурганский аккумуляторный завод приступил к работе в прежнем объеме. Однако усилил меры безопасности. Завод работает в три смены, у нас более тысячи человек. Наша основная задача – это не допущение с подозрением на вирусную инфекцию. Для этого мы создали три поста у входа. Если вдруг выделить у кого-то температуру, мы не допускаем к работе. Если 38 и выше, если какая-то симптоматика, мы подозреваем, у нас есть изолятор, мы закрываем. Слава Богу, у нас пока такого случая не было. Часть сотрудников, не задействованных в производственном процессе, пока еще будет работать в удаленном режиме. Производственники же вернулись в цеха. Мы вошли в свой полный график. Работаем три смены в сутки. Сутки производим 10 тысяч аккумуляторов. Производим аккумуляторов для сельского хозяйства, для автомобильной промышленности. Министерство обороны. В данный момент еще производим аккумуляторы для тепловозных, для железной дороги. Хочется отметить, что несмотря на новые условия труда, предприятие работает в штатном режиме, не снижая объемы производства. В планах руководства завода еще и запуск новой линии. К ней приступят уже после снятия карантинных мер в стране. Гульназ Мустафа, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ. Тростниковый сахар начнет производить уже в этом году Куксусский сахарный завод. Для этого уже завезена вся необходимая техника из стран Европы. Сейчас руководство предприятия проводит строительно-монтажные работы. Оборудование из Австрии, Италии и Украины позволяет в сутки производить до 300 тонн тростникового сахара. Однако основную сырье все же составит сахарная свекла. Если в прошлом году Куксусский сахзавод произвел более 22 тысяч тонн свекловичного сахара, то в текущем году с обновлением оборудования этот показатель достигнет 25 тысяч тонн. На сегодняшний день на нашем заводе проводятся некоторые ремонтные работы по переработке сахарной свеклы. Это очистка теплообменной аппаратуры и ремонт насосного парка. Остальные основные работы мы планируем в мае месяце выводить людей на ремонт. И до начала сезона все работы закончены. Редеют ряды легендарных защитников Отечества. В Каратальском районе остался единственный очевидец и участник боевых действий Великой Отечественной войне. Турарбек Ахмедчинов бился с фашистскими захватчиками на Западном фронте и дошел до самого Берлина. В преддверии 75-й годовщины Великой Победы наш корреспондент встретился с доблестным воином. Турарбек Ахмедчинов родился в 1924 году в селе Косагаш Аксусского района Талдыкурганской области. В 1941 году 17-летнего выпускника школы призвали сначала на курсы, а потом и на воинскую службу. Вместе с другими бойцами Красной Армии он воевал в Белоруссии, Украине, Польше, дошел до Берлина. Перечисляя боевые заслуги, стоит отметить участие рядового артиллериста Ахмедчинова в ожесточенном сражении на Орловском фронте под командованием знаменитого маршала Жукова. В 1945 году за проявленный героизм и мужество он был представлен боевым наградом. Медалем за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, а в 1946 за победу над Германией, за доблесть, за безупречную воинскую службу. Орден Великой Отечественной войны второй степени – одна из самых почетных его наград. Я прошел всю войну и дошел до Берлина. Я хочу пожелать процветания нашей стране и благополучия народу. Пусть будет мир на земле. Заслуги отца перед своей родиной неоценимы. Он заслуживает большего внимания со стороны государства, считают потомки Ахсакала. Но в свою очередь власти района заверяют, что ветерану все положенные льготы предоставляются. В 2012 году участнику Великой Отечественной войны Ахмедченову был выдан дом общей площадью 70 квадратов. Действительно, дом выдали, признает сын. Он с семьей проживает вместе с отцом. Однако в жилье нет необходимых престарелому человеку условий. Потому, по мнению сына, было бы хорошо, если бы воину победы предоставили благоустроенную квартиру в областном центре. Я благодарен, что нам выдали дом. Но условий здесь нет. Окна и линолеум некачественные. Я не жалуюсь, но удобств нет. Можно же выдать квартиру. Аким нас посещает раз в год. Иногда бывают нуратановцы. Зимой нас обеспечивают углем. В этом году нам дважды по полтоне выдали, а обычно по две-три выдавали. Сан Турарбек Ахмечинов считает, что главная награда любого человека – это его семья. У доблестного ветерана 11 детей, 36 внуков и 50 правнуков. Им и миллионам своих соотечественников ветеран накануне 75-й весны Великой Победы желает поскорее пройти испытания пандемии и молиться, чтобы больше никогда не было войны. Евгения Присяжная, Айдус Калиев, телеканал ЖТСУ, Каратальский район. В период чрезвычайного положения не остались в стороне и активные представители Раймбекского района. Общими усилиями они сшили 32 тысячи масок и раздали жителям региона. Также в рамках акции «Безбергемы» с 670 нуждающихся семей получили социальную помощь на 7,5 миллионов тенге. Свою лепту в общее дело по борьбе с невидимым врагом вносит Совет матерей Раймбекского района. В трудное для страны время, зная о дефиците масок, они занялись их пошивом. В день выпускают порядка 500 единиц. И что важно, раздают их всем жителям района на бесплатной основе. Акимат оснащает нас материалом и, в свою очередь, занимаемся пошивом. Трудятся во благо общественного здоровья 20 человек. Мы в полной мере осознаём социальную ответственность, поэтому и занялись пошивом масок. В районе с начала ЧП уже произведено 32 тысячи единиц масок и работы в этом направлении продолжаются. Помимо налаженной пошивочной кампании, параллельно идёт работа в рамках республиканской акции «Безбергемы». С помощью охвачены все социально незащищённые слои населения. Среди получателей продовольственной корзины и средств гигиены – мать шестерых детей, кульна Забайказа. Ваша неравнодушие сплачивает, говорит она, выражая благодарность организаторам. С мужем воспитываем троих сыновей и троих дочерей. Он самозанятый, я дома с детьми. В такое время, когда много действий ограничено, мы все должны помогать друг другу. С момента запуска акции «Безбергемы» меценаты оказали помощь 677-м Раймбекского района на сумму 7,5 миллионов тенге. Благие поступки непременно найдут свое продолжение, утверждают организаторы. Елеман Раймбеков, Курманджан Касамжанву, Аманжел Жункишев, телеканал «Жетсу». 111 автомобилей из более чем 4,5 тысяч не смогли заехать на территорию Каратальского района. Это связано с осложнением эпидемиологической ситуации в стране и вводом запретов выезда и въезда на территорию городов, районов и сельских населенных пунктов. В связи с объявлением чрезвычайного положения в Каратальском районе организованы два санитарных поста в Вельтайском и Жолбарском сельских округах. Весь проезжающий транспорт проходит необходимую проверку. В случае получения разрешения на въезд автомобили проходят дезинфекцию специальным раствором «Люйер-Хлор», а у водителя транспортного средства и пассажиров замеряется температура с помощью пираметра. Ежедневно на одну смену поступает 8 человек. Здесь в состав входят сотрудники РОВД, медицинские сотрудники и дезинфекторы. То есть каждая машина, заезжающая в наш район, проходит через обработку. Улицы и площади Москвы В Ливане возобновились протесты. Несмотря на введенный карантин, антиправительственное движение вновь стало шириться из-за все более ухудшающейся экономической ситуации в стране. Во втором городе страны, Северном Триполи, протестующие стали забрасывать камнями полицейских и военнослужащих. Те в ответ применили слезоточивый газ. Волна насилия поднялась после того, как от пулевого ранения, полученного во время ночных столкновений с силами правопорядка, погиб один демонстрант. А тем временем в Японии допускают возможность отмены летних Олимпийских игр, если пандемия коронавируса будет нести угрозу и в следующем году. Об этом заявил президент Оргкомитета Токио-2020 Юсиро Мори. Договоренность о переносе Олимпиады на июль 2021 года была достигнута в конце марта. Многие эксперты уверены, вакцина от коронавируса нового типа появится не ранее середины будущего года. Япония потратила на подготовку соревнований уже более 12 миллиардов долларов. Чтобы снизить расходы, президент Оргкомитета Токио предложил объединить церемонию открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр. КИБЕРСПОРТ Все участники были сильными. Провел пять игр. Каждая выдалась тяжелой. Но благодаря новой тактике смог одержать победу. Я играл за футбольную команду Аякс. Рад, что получилось выиграть. Буду и дальше стараться показывать мастерство. Турнирная сетка была по Олимпийской системе. Команды выбирались из числа участников Лиги чемпионов и Лиги Европы. Организаторы виртуального турнира – Управление по делам молодежи Алматинской области. По их словам, состязание будет проходить и впредь. В планах проведения соревнований на областном уровне. На сегодня киберспорт развивается быстрыми темпами. Другие регионы тоже изъявляют желание участвовать в турнирах. В будущем мы планируем проводить соревнования по онлайн, шахматам, шашкам и другим интеллектуальным играм. Лучшие игроки составят основной костяк сборной областного центра. Они будут представлять Алдыкурган на областном и республиканском уровнях. Елеман Раимбеков, Жархан Шантаев, Жаслан Шенгиджи, телеканал Джитсу. Это вся информация уходящего дня. Спасибо за внимание. Не оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин